Бабкин и мамы, бабушки и дедушки, встречаем виновников нашего торжества. Просим всех стать и громкими аплодисментами встретить выпускников 2023 года. Данил Бабкин – выпускник 9-го кадетского класса 4-й школы Лангипаса. Теперь учиться планирует в Политехническом колледже на автомеханика. Так что с городом не прощается, а остается. И все же наступает новый этап жизни, а это значит впереди большие перемены. На самом-то деле есть такое ощущение, что очень грустно. Расстаюсь с моими одноклассниками, с которыми я учился на протяжении 9 лет, с первой своей классной руководительницей, с вторым классом руководителями. Очень грустно. А вот для Ильи Пальшина это не последний звонок. Он расстается со школой буквально на 3 месяца. Я планирую идти в 10-й класс, но это сам по себе волнительный день. Вот эти вот 4 года, как я нахожусь в этой школе, пролетели очень быстро. Как будто все в один год прошло. Мне очень грустно, что я расстаюсь со своими некоторыми одноклассниками, с некоторыми я еще останусь. Грустно прощаться со многими вообще друзьями. Многие ребята в этот день испытывают смешанные чувства, радости и грусти, волнения и приятные ностальгии. Раньше я задумывалась, что это будет не так, что я не буду скучать по школе. А сегодня на последнем звонке это было очень трогательно. Я не один раз захотела заплакать, это было потрясающе. То есть некоторые неожиданные моменты, например, как родители танцевали, было очень приятно. То есть учителя, они тоже были очень рады нас видеть, тоже сказали, буду скучать. То есть школьные годы, это как раз именно половина твоей жизни уходит именно на школу. Это очень приятно, это трогательно, весело. На самом деле очень трогательно выпускаться сейчас. Столько годов мы учились, старались, как будто просто время пролетело. А в дальнейшем я хочу закончить тоже один из классов и поступить в хороший университет. Последний звонок это праздник не только учеников, но и их родителей, которые волнуются и готовятся не меньше своих детей. Во второй школе всего один выпускной класс. Мероприятие проходило практически в семейном кругу, но с традиционными речами и награждениями. И обладателем золотого школяра номинацию «Соконный порядок», конечно же, Виноградов Вячеславович. Ну знаете, волнительно очень так долго шел, вот все 11 лет. Было тяжело, конечно, но я рад, что вот закончил эти 11 лет. Я уже смирилась, на причине всего года я знала о том, что я заканчиваю школу и вступаю во взрослую жизнь. Желаю не переживать из-за экзаменов, потому что это у всех получается, даже если не выйдет, то всегда есть выход. У всех своя дорога. Традиционное слово директора пятой школы. Она была рядом с ребятами все годы их обучения. Именно для вас сегодня прозвенит последний звонок школьный, который больше никогда не повторится. В жизни вашей было очень много разных школьных звонков, и радостных, и тревожных. Но этот звонок заполнится вам и радостью, и грустью, потому что впереди у вас взрослая, другая жизнь. А грустно, потому что вы сегодня расстанетесь со школьными друзьями, последний раз услышите звук этого звонка. Традиционно на последних звонках педагоги награждают учеников и их родителей за успехи. Но тут наоборот. Одиннадцатиклассники вручили своим любимым учителям Оскар. На моей памяти самый классный выпускной. Это на самом деле был фильм, который достоин Оскара. А то, что мы их выпускаем, наших детей, конечно, это грустно, печально. Пытаешься сдерживать слезы, все-таки мужчины вроде бы. И для детей это должно быть не грустно, а, наверное, даже радостный момент, потому что это следующий этап их жизни, взрослой жизни, самостоятельной жизни. Один из главных этапов жизни ребят уже позади. Впереди экзаменационная пора. Валерия Ружицкая, султан Зигангиров, «Наши города». Буквы разные писать тонким пёрышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.